Совет Федерации одобрил закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы. С 1 сентября этого года бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены все ученики с 1 по 4 классы. В Тверской области эта работа уже ведется. Теперь, благодаря дополнительной поддержке из федерального бюджета, систему организации питания школьников готовы усовершенствовать. У родителей каждого школьника есть масса поводов для беспокойства. Например, мамы первоклашек переживают, как ребенок адаптируется к новому для него окружению. Мам подростков больше волнуют оценки. Но для всех без исключения важно одно, чтобы их ребенок питался в школе не только гранитом науки. Ученики 15-й школы всегда с нетерпением ждут большую перемену, ведь это время школьного завтрака. Первым делом моют руки, а уж потом и за стол можно. В четверг в рационе творожная запеканка, булочка и сладкий чай. Пару минут и тарелки у многих уже пустые. Мне почему-то творожная запеканка самая любимая. Все вкусно в нашей столовой. Организация питания детей в школах регулируется санитарными правилами и нормами, требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора, а также других контролирующих ведомств и органов. А значит, заслуживает доверие. Это неудивительно. От школьного питания зависит не только здоровье ребенка, но и качество его обучения. Есть группа технологов, которые работают на разработке меню. Далее это меню поступает в Патребнадзор, там оно утверждается, проводится лабораторное исследование, смотрится сбалансированность, калорийность. Каждый 21 день идет обновленное меню. Блюда не повторяются за этот период. То есть целый месяц ребенок не ест похожего блюда за целый месяц ни разу. О разнообразном меню говорят и сами ребята. Любимых блюд в школьной столовой у них много. Что любите кушать? Творог или салатик какой-нибудь. Котлеты вкусные и вот запеканка очень. В январе президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 российские школьники с 1 по 4 класса будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Тверской регион один из немногих в стране, где ученики младших классов уже получают бесплатные завтраки. Только в 15 школе 479 детей ежедневно обеспечены горячим питанием, плюс еще 58, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Происходит деление классов по времени питания. Первые классы питаются после второго урока, четвертые классы питаются после третьего урока. Но поскольку наша школа работает в двухсменном режиме, то соответственно вторые и третьи классы питаются без 23. То есть заканчивается для них второй урок и они идут кушать. Дети в трудно жизненной ситуации, которые имеют право на бесплатное питание, они приходят в 12 часов. Финансовую нагрузку делят областной и местный бюджеты. Помощь Федерального центра, которую пообещал президент в послании, станет ощутимым подспорьем. Теперь организацию школьного питания можно совершенствовать. По поручению президента сумма и цифра была увеличена. Практически в два раза повышается уровень обеспеченности. И соответственно это скажется положительно и на объеме, на рационе питания ребятишек. Поэтому родители могут быть спокойны за своих детей. Ведь питаются они в школах, по крайней мере в 15-й, как говорится, на ура. Свидетельство тому пустые тарелки и благодарность самих ребят. У кого чистые тарелки покажите паварану? Давайте скажем спасибо нашим паваранам за субтитры и готовят нам. Спасибо.